Друзья, добрый день. Я сегодня нахожусь в Красноярске. Где еще встретить 2 мая, как не в Красноярске? Со мной Елена, замечательная директор по развитию. Как правильная должность? Сейчас я директор по персоналу организационного развития. Все. Нет, то, что по персоналу я знаю, по персоналу организационному развитию. У нас Виктор Александрович в отпуске. Абсолютно заслуженно, мне кажется. Все верно. Сейчас убедитесь, почему. Давайте посмотрим. Офис в Красноярске, на мой взгляд, один из самых красивых среди всей сети. Я тут сам ни разу не был. Я был в старом офисе года 3 назад. Когда я был, через неделю мы переезжали. Чуть попозже мы переезжали, но я вас помню, вы к нам приезжали тогда. Тогда вот это, что уже почти там все уже. Только 2 месяца работало, а мы тогда приехали. Давайте все покажем. Да, у нас здесь клиентская зона. Мы встречаем здесь клиентов наших. Мы проводим здесь собеседование, рабочие встречи. Здесь у нас линия бренд-менеджеров. Консультируем по всем типам недвижимости, в том числе, когда клиент пришел, и наши специалисты показывают ему что-то, бренд-менеджер может сесть и помочь с консультацией. Там у нас сидят юристы, банки, представители ипотеки, разных банков. Смотрите, как тут красиво, чтобы все видели. Вот все, что значит высота потолков на самом деле. Да? Да, и цвет такой удачно подобран. Ааа, очень красиво. Зелень, вот, ну, слушайте, как-то все как-то, как-то необычно красиво. Мы старались, да. Да, мы старались. Я вышла красиво, что-то прям это. Так, хорошо, я ресешен у вас такой, да, круговой сделан? Да. Все как надо. Так, ну ладно, время у нас не так много, сразу скажу. Надо все успеть. Так, подойдем к нашему, я знаю, одному из топовых риэлторов, по-моему, даже топ-1 сейчас, да? Он топ-1, да. Валентина, очень рад вас видеть. Спасибо. Замечательно. Я знаю, что вы тут уже ветеран, давно работаете. Пришла вот в компанию этажи даже без малейшего опыта риэлтора. Вообще меня, ну, всему тут научили. Рынок у нас очень хороший. Сейчас активно занимаемся загородной недвижимостью. У нас люди прямо бегут за город. И начинают с нами строиться. Бегут из города? Из города, из города, потому что, ну, суета, все это, и хочется на природе. Слушайте, вот Красноярский офис растет активно в последнее время, да? Я смотрю, у вас такой шикарный офис, столько людей новых. Как сохранять лидерство вам? То есть вы стабильно долгое время просто монстр, что называется. Я не знаю, но активно конкуренция все равно, мы не расслабляемся. Офис у нас хороший, растет. На моем примере, кстати, сейчас заходят возрастные риэлторы, потому что, как говорится, что я разрушила все стереотипы. И очень активно начинаем продавать, покупать. Не знаю. Слушайте, вот если не секрет, сразу же прямой вопрос задам. Сколько на рекламу в месяц инвестируете? Очень много. Я деньги на рекламу вообще не считаю, так как я и стартовал. А примерно сколько, вот если не секрет? Ну, примерно, я думаю, около 50 тысяч в месяц. В месяц? В месяц, да. Слушайте, это очень большие показатели, молодцы. Я делала рекламу в лифтах, визитки постоянно заказываю, постоянно листовки заказываю. Ну, естественно, Авито, наши площадки. Копирайтер в Питере, плачу, тоже монтирует видео. Ну, у вас настоящий бизнес в бизнесе, правильно? Да, да, да. По большому счету. Так, ладно. А какая главная особенность у вас этажей в Красноярске? Ну, не знаю, мы очень крутые, наверное. А это везде так. Это не считается. Рули от этажи? Ну, это тоже, хорошо. Хорошо. Ну, что-то есть же, какая-то вот культура выделяет, как Красноярск из других, нет? Ну, я думаю, да. Вот я, у меня сын живет в Новосибирске. Мы ездили, я ездила в Новосибирск, брала там интервью, здесь интервью. У нас очень открытые люди, у нас Новосибирск очень хорошее, но... Ладно, в общем, везде хорошо. Валентина, рад был вас видеть. Спасибо. Надеюсь, на форуме встретимся еще раз. Ага, спасибо. Конечно, конечно. Все, благодарю. Как вообще решились вот все в одно пространство объединить? Это же сложно? Сложно, но... То есть не все так могут? Это логично. То есть взяли план помещения, посмотрели, поняли, как правильно процессы выстроить. А сейчас у нас что... И детская зона, да? Да, да. Прямо здесь? Банки все здесь. Когда у нас ставка чуть-чуть подснизится, а мы знаем с вами, что это будет скоро. Мы надеемся на это. Относительно, да. Ну, мы же оптимисты. У нас там, где локация ипотека и страхование, у нас там рефинансирование для клиентов. Тоже наши клиенты могут приходить и обращаться, бесплатно рефинансироваться. Наши учебные классы. Здесь мы учим новичков. А пойдемте посмотрим учебный класс? Здрасте. Здрасте. Пойдем. Учебные классы посмотрим. Так, приветствую. Там идут занятия. Возможно, вам в локации лучше вон тот посмотреть, где идут занятия с новичком. Ну, давайте покажите, какие у вас большие классы. Слушайте, вы такие молодцы. Сейчас я тут, так понимаю, небольшое обучение проведу. Да, да, да. У нас коллеги готовят. Все, все, все. Слушайте, у вас еще тут... Я так не смог оценить, вентиляция есть, нет? Она приточная. Вытяжной нет. Или вытяжная. Какая у нас вентиляция? Приточная. А приточка есть. Все у вас есть, все нормально, все идеально. Я снова знаю, что вроде бы говорили приточная. Здесь сейчас идет обучение на север. Здесь обучение идет. Новички, да? Если хотите, да, можете посмотреть. Здесь у вас что за карта? В чем преимущество работы у нас? Новостройки, да? Да. Мы работаем по всей товарной полке Красноярска. 99% застройщиков самые надежные, самые классные объекты. Они все у нас. Многие платят нам... Можно об этом говорить? Хорошую, большую комиссию. Большую комиссию, да. У вас какой средний процент? Процент средний, ну, 2,5, наверное. Ну, это нормально. То есть, естественно, есть те, кто платит 3, есть те, кто... Или 5 кто-то платит, да? Да, есть такое тоже. Ну, понятно. Это уже перебор для новостроек. Специфичные объекты. Так, а здесь у вас зона переговорок, да, идет? Здесь зона переговорок. Вы их всех 10 в одном месте сделали, да? А у нас есть еще 2 большие, они чуть дальше. Вот последние, получается, у нас переговорные. Это подписание от банков, от Сбербанка и от ВТБ. А, вот так сделали? ВТБ и Домклик, да? Да, сейчас у нас, видимо, коллеги где-то на небольшом перерыве. У них... А, они прямо там находятся, да? Да, они должны закрывать. Вот, ВТБ не закрыли. А ВТБ доверяет всем? ВТБ доверяет, да, ключ в двери оставили. Все, нормально. А надписи тоже, кстати, везде? Клиенты здесь у нас проконсультировались, подписали задатки. Сейчас идет процесс подписания. Ух ты, какой ваш шикарный гардероб? Большой, да. Давайте посмотрим. Мы сейчас, так как прирастаем, чуть не влазим. Да? Будем думать, что делать, да. Здравствуйте, у вас такой красивый гардероб здесь. Да. У нас сотрудницы замечательные работают здесь. Всегда хорошего дня желают. Да, тут день начинается, сразу настроение как надо. Все верно. Первые заметили, что мы прирастаем, сказали, что нужно еще какие-то... А у вас простой индикатор, хорошо еще ради ее работать или нет? Поместимость, да. Мы смотрим. Мы дополнительные помещения еще также на этаже. Так, и это тоже полочка, да, все есть? Наша, да, сувенирная продукция, могут клиенты приобретать, могут специалисты. Здесь у нас наше помещение, это наши большие отделы продаж. Слушайте, у вас они огромные. Ну, да, есть ипотечный отдел, который мы тоже... Сейчас зайдем, обязательно зайдем туда. Один из, она вас очень ждет, Галина наша. Кичар-департамент мы отсюда привезли, мы переехали к окнам. Тут у нас небольшой ремонт, снимать... В окна, да? Наверное, не стоит, да. Мы переехали к окнам. Так, а там вот тоже, да, все получается? Это все отделы продаж, ну, естественно, мы на показах там. Слушай, у вас вот с того офиса такой, в принципе, остался, да, таких огромных пространств? Да, все верно. Мы всегда, когда кому-то делаем экскурсию, например, застройщику, либо новому... Все там удивляются. ...члену команды, да, мы говорим, давайте мы сначала посмотрите. Слушайте, у вас такой вид необычный, можно из-за в окно посмотреть? Это историческая точка города, да, коллеги мне с историей подскажут, Андрей Дубенск, конечно, по-моему, до этого места доплыл и начал... И все. Город развиватель. Здесь очень талантливая группа. Группа по 9, примерно лет по 10 работают, да. Ждем. А? Все, дети, я. Такие основательные сотрудники наши всегда нас поддерживают во всех проектах. Ну, живьем же лучше, чем с экрана, правильно? Все, однозначно. Живьем, оно всегда все по-другому, 100%. Супер. Все, 100%. Классно, что приехали. Так, мы вот сюда ненадолго, правда, но ничего, ну, не заехать не мог. Так, у меня еще вопрос. Здесь у вас вот тоже, это, тоже группы делают, да? Группы, наверное, спланировали месяц. Уже все, и идут уже, да, в цели? Да, уже столько сделали. Так, у вас так интересно сделаны шкафчики, если откровенно? На двоих мы делим. На двоих, да, шкафчики? То есть, прям не это, не поживили. Слушайте, ну вот я отсюда вот так вот смотрю, то есть, можно вот подснять, прям тут все на ладони. Тут, я представляю, какая коммуникация идет постоянно, что между коллегами, да, вообще. Примерно такое же помещение у нас есть еще в другой части этажа, там, если нужно, то мы даем. Ну, сейчас посмотрим, да. Покажу кое-что интересное, что, мне кажется, в нашем офисе есть, я не знаю, есть в других городах. Не во всех, да, не во всех. У нас есть комната отдыха для сотрудников. Так, давайте, давайте посмотрим. Здравствуйте, вот Ильдар Борисович. Для того, чтобы от коммуникативных процессов наших отдыхать. Так, здравствуйте, вы не против, что мы быстро посмотрим? Вот, тут у вас такая атмосфера. Важно не только хорошо работать, но и восстанавливать трудовой ресурс. А, а эти? Массажные кресла. Массажные, они еще и платные? Или бесплатные? Какая-то там часть есть бесплатная, потом, да, наверное, платная. А, ну, понятно. Ну, сотрудники в основном у нас используются вот здесь, креслами, мешками, чтобы чуть-чуть расслабиться. Ну, прикольно, слушайте, у вас как прям в весовте сделано. Наши аналитики, наши департамент базы. Так, здравствуйте всем. Здравствуйте, здравствуйте. Как дела у вас? А у вас вы все вот так вместе, да? Да. И почти без окон. Ну, там есть. Кого-то, кем-то надо было жертвовать. Ну, там есть окно, Ильдар Борисович. Да, я шучу, шучу, все нормально. Вот, хорошо. Так, вот у вас департамент управления здесь, да? У нас здесь отдел клиентского сервиса, департамент маркетинга, отдел развития направлений, который соединяет в себя все направления. У нас такая интересная структура. Загородка, там вторичка и прочее. Аналитический отдел. И там тоже сидят наш адапт. Жалко, время мало, я бы пообщался со всеми. Спасибо. Ну, так. Так, что еще вам показать? В это помещение будем заходить. Тут недавно ребята переехали, это часть моего учебного центра Финблока. Так, здесь кухня. Здесь кухня. Ох, кухня у вас хорошая. У нас есть кухня для, видите, места для интровертов. Так, здравствуйте. Здравствуйте. Так, у вас все так продумано? Да, есть места для интровертов, можно одному пообедать. А, одному можно, да? И, опять же, можно с коллегами. Но они, как правило, почему-то не заняты. Заняты. Здесь не час пик, да, сейчас уже все закончили, наверное. Ладно, все, хорошо. Покажу еще департамент аренды и сможем пойти в другую часть здания. Вот у нас департамент аренды, может быть, вот там. Это аренда, да, у нас здесь? Здравствуйте, да. Прикольно, слушайте. Вот у нас наш руководитель старается тоже корпоративную культуру поддерживать. Комната развития навыков? Да. Здесь мы занимаемся практикой. Вот это самая важная комната. То есть тут люди заходят, правильно? Да, могут вместе со своими менеджерами посидеть. Тут даже скрипты есть, все прописано. Все верно. Все технологии. Да. Ну все, все как надо. То есть сюда выходишь уже с набранной базой, либо с поддержкой результатами. Вот это, кстати, то, что не в каждом офисе, к сожалению, есть. Комната развития навыков такого уровня. Класс. У нас же высокая производительность в городе, мы стараемся. Ну вы молодцы. А без навыка же ее не будет. Да, согласен. Так, в ипотеку вы еще не захотели? Да, в ипотеку. Давайте зайдем в ипотеку. Большая сумма валовой выручки. Здравствуйте. Здравствуйте. Похож на наш тюменский, да? Наверное, не знаю. Все, так, где у вас? Я же тебе обещал, да, приехать. Персонально. Нет, с Галиной у нас просто активист вообще. Мы все до всех постоянно. И думаю, надо хоть пообщаться. Слушай, ну у вас, знаешь, сегодня 2 мая, как будто, я не знаю, сверхрабочая атмосфера. Ну, полноценный рабочий день. Все в рабочем ритме. Консультируем клиентов, обрабатываем заявки. Слушай, знаешь, у меня самый популярный вопрос. Как сейчас ситуация со вторичкой? Ну, ставки реально большие. Как отрабатываете вообще? Какие там используете? Не могу слово методы и приемы сказать, но инструменты работы. Ну, у нас я постаралась сформировать такой именно портрет брокера, да, как продажника, так как я из банка. А поэтому конверсия, заявки... Слушай, а я когда-то работал, мы этого не встречали случайно, нет? Нет. По-моему, я как-то был, слушай, в Омске что ли, у вас там слет какой-то был? Нет, в Омске не была. Я, единственное, в том офисе, когда приезжали, я так видела... А, ну, все, может, поэтому, ага, да, да. Вот, поэтому, конечно, задача брокера в моменте продать обязательно заявку в банк с клиентом, любым способом. И любые возражения мы отрабатываем, конечно. Ну, как, если ставка высокая, клиент не тянет, мы, конечно, предлагаем купив ставку. А сейчас Альфа хорошую акцию предлагает 6 месяцев без платежей. А если уже клиент этими инструментами не заинтересовался, то переиметация на новостройке и же... Ну, это тоже правильно, знаешь, как АКГА сейчас, я смотрел, сейчас у нас по сети где-то, по-моему, 60% новостройки одобряются, 65%. У вас сколько? А у нас сейчас новостроек даже немного больше процентов. Даже под 70, да? Да, да. Под 70%. Ну, это в среднем, там где-то же не везде новостройки развиты в регионах. У вас тут Красноярский, конечно, по-моему, со стройками, ну, все более-менее. Да, и стройки хорошо идут, и же мы стараемся очень активно. Слушай, а как вот наши клиенты, понимая, что, допустим, ставка 17 по вторичке, ну, надеются на рефинансирование, да? Да, мы, конечно же, обязательно говорим о том, что можно сделать рефинансирование, и риэлторов учим о том, что нужно каждому клиенту объяснять, что эта ставка не на всю, не на весь срок ипотеки, и мы с удовольствием его рефинансируем. Ну, и плюс всегда говорим, что сертификат на бесплатное рефинансирование. Знаешь, что, Тима, иди сюда. Сейчас у нас это, я расскажу, я сегодня с Тимуром, он у меня первый раз за пределами Тюмени попал в кадр, да? Да. Что, как тебе все понравилось? Да, весело. Ну, ладно, все, больше идти тогда, торопится уже. Вот, хорошо, а если дальше на все это посмотреть, и ставка же явно долго будет, да, такая? Мы же это понимаем, что реально-то в этом году рефинансирование, наверное, не будет. Там на сколько платеж считали? Нет, вырастает. Вот если квартира, допустим, 4 миллиона брать, то, по-моему, если раньше платеж был 1030 в такой ситуации. Да, то сейчас уже ближе к 60 будет, да. То есть он в 2 раза, по сути, увеличился. Да, практически, да. Ну, слушай, это очень интересно. Ну, здесь покупка ставки, то есть вот я с ВТБ больше всего, вот, ну, когда про дисконт разговаривали, что актуально не на весь срок покупать, а на 1-2 года. Это действительно, когда выгодно клиенту, мы его просто потом рефинансируем после того, как у него закончится. Слушай, скажи, большая текучесть брокеров, нет? У нас текучесть ноли. Ноль, вот. А как достигаете? Я потому что, когда ехал, посмотрел, что у вас одни из лучших показателей в сети вообще, во всей. Как достигаете? У нас очень хорошо развит этот реферальный поток с банков. Мы нашли такую свою нишу преимуществ, как можно заинтересовать сотрудника банка. Подханчиваете, то есть, потихоньку. Да, да. То есть, если я, мне нужен сотрудник, первое, что я делаю, это звоню сотрудникам банка и спрашиваю, кого сократили, кого можно предложить, кому позвоните. Так, понятно. Ну, и потом, получается, тут закрепляете. Ну, культура вроде хорошая. Слушай, у вас условия труда очень хорошие, я скажу. Да, я считаю, комфортно. Вот у нас последний сотрудник с банка пришел Анна Борисевич. Анна Борисевич, тоже бывший сотрудник ВТБ. Анна, надо посините, Анна. Нанимали. И они рассказывают своим коллегам, как прекрасно работать в ВТБ. Слушай, электронная очередь вся работает, я смотрю, да? Реально. Слушай, скажи, пожалуйста, что вы нового сделали, что другие города не делают? Ну, наверное, в первую очередь это вот поменяли портрет, стали набирать именно сотрудников банка. Сотрудников банка все-таки это продажники очень сильные. У них много продуктов, которые нужно продавать, поэтому у них легко получается отрабатывать возражения и продавать ипотеку тоже самым сложным клиентам. Так, хорошо. Так, слушай, спасибо большое. Все, Галина, очень рад был тебя увидеть. Мы тебя, как я и обещал, обязательно на какое-нибудь следующее глобальное мероприятие позовем с банками. Потому что ты, ну, как ни профессионал, мега профессионал. Ну, надо же нашу сферу развивать, улучшать, поэтому если мы имеем влияние на банки, то надо им пользоваться. Все, молодец, очень рад за тебя. Алия Звезд, как она у вас называется? Ну, Алия Звезд, Звезд наших экспертов. Экспертов, да. Классно сделали. Тоже вот так вот раз, и можно посмотреть. Да, они у нас, естественно, есть на стене. А, эксперты, да? Со своими фотами. Причем они все очень разные, что очень здорово. Вот Анастасия когда-то была HR-менеджером, но она была лучшая HR-менеджером, и сейчас одна из лучших. И уже это... Да, очень быстро фото. То есть у вас такая же проблема есть, да, что и тогда? Да, мы радуемся этому. Это же все равно все одна большая компания. Согласен. То есть многие сотрудники работают здесь уже не первый год. Лена, знаешь, что я предлагаю? Пойдем еще к юристам сходим. Слушай, у вас департамент очень сильный. Очень сильный, все видно. Там посмотрю, что у вас все онлайн-регистрации, распады задатков. За счет чего? Ну, за счет слаженной работы коллег, за счет правильно настроенных бизнес-процессов. У нас есть три смены. А, то есть у вас вечерняя и ночная даже, да? Да, то есть до 23.00 мы консультируем наших специалистов. Соответственно, нагрузка распределяется равномерно. Есть возможность правильно готовить договоры, контролировать ошибки. Мы по ошибкам этот месяц закрыли на ноль. Это тоже отдельный показатель, над которым мы работали. И, соответственно, правильно консультировать наших внутренних клиентов, рассказывать о преимуществах как раз электронных видов услуг. Это действительно супер сокращает время, и ребятам интересно с этим продуктом работать. Виталий прекрасные результаты. Может быть, Виталий поделится по онлайн-сделкам. Как получается? Так, Виталий, вы одни из лидеров у нас по онлайн-сделкам. Как достигаете? За счет личного взаимодействия с риэлторами. В основном мы обрисовываем им преимущество нового подхода, подписания через госключ, того, что это в первую очередь безопасно для клиентов, эффективно для риэлторов, потому что им не нужно собирать обе стороны в офисе. Они могут привлечь только одну сторону или вообще не привлекать их. Была ситуация, что у нас люди просто уехали в Таиланд отдыхать, и оттуда спокойно подписали договор при продаже. Все было удобно. Риэлтор закрыл сделку, все довольны. А здесь как тебе нужно подойти? Я понимаю, как весь процесс выстроен. Ты в том числе курируешь здесь, да, это получается? Мы все этим занимаемся. А, то есть у вас не разделено по людям? Нет. То есть у вас любой может и договор, все всем занимаются? Весь отдел, не доверяясь в ответственности. Вот и верь после этого специализации у нас получается не везде. Ну, центр ответственности у нас все равно лежит на руководителях. Разумеется. Просто мы все этим занимаемся, да. Нас мотивируют. В том числе помогают, подсказывают. У нас есть и старшие юристы, которые могут подсказать. У нас есть и Марина Николаевна, которая нам помогает. И в том числе взаимодействует с риэлторами. Слушали, Марина Николаевна у нас, по-моему, 10 лет, да, уже? Да, 10 лет было в этом году. Да, то есть... За это время у нас не было ни одного случая гарантийного сертификата. То есть у нас сильный аудитор. Но аудитор у вас не очень. Посматривает, да. Причем на такой большой объем, но это хормочный показатель. Да, мы подрастили внутри системы. У нас как раз Анна прошла обучение. Очень хочу сказать тоже вам спасибо за юридический департамент, потому что там есть возможность нам повышать квалификацию. То есть как раз мы выучили одного сотрудника, чтобы он был аудитором, а также консультантом. То есть там такая система обучения пошла. Вот это не хватает в некоторых других департаментах для того, чтобы сеть быстрее росла. Ну, согласен. Юристы в этом плане, кстати, быстро так масштабируются. То есть я просто их попросила, можно ли сделать так, чтобы мы платно, например, адаптировали сотрудников. То есть да, это стоит столько, то вот такая программа. Это очень большое подспорье руководителю, особенно если он совмещает несколько департаментов. Ну, надо идти тем путем, надо предлагать, чтобы хотя бы возможность сдавали, да и все. Представляете, если бы мы такое смогли реализовать в HR-функции? Потому что там частота смены сотрудников достаточно, ну, бывает высокая, если руководить правильность, текучка не работает. Ну что, коллеги, в общем, вот так здесь круто и красиво. И тут еще есть, это мы посмотрели только половину, да? Это только половину. Половину, представляете? Уж не будем дальше смотреть, просто поверьте на слово, что просто какая-то фантастика научная. Все, большое спасибо всем.